Санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолетов, санкции во всем, везде. Самое большое количество санкций в мире, которое применяется, это применяется против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время. Обеспеченность кадрами в России в третьем квартале 2024 года еще раз обновила минимум за всю историю наблюдений. Об этом сообщается из данных Центробанка Российской Федерации. Российские заведения общественного питания столкнулись с катастрофическим дефицитом кадров на фоне демографического кризиса, оттока мигрантов и проведения специальной военной операции. России остро не хватает кадров для работы на оборонных предприятиях. Такие заводы ищут десятки тысяч новых сотрудников. Ну я им надеру жопу. Спикер якутского парламента Алексей Еремеев попросил не планировать новое строительство в республике, потому что нет денег. Он объяснил депутатам, что дефицит бюджета не позволяет строить новые планы. Мы 24-й год завершаем на достаточно сложных условиях. У нас дефицит государственного бюджета имеется. Этот дефицит, скорее всего, не сумеем закрыть. Это надо откровенно признаться. Те некоторые расходы, которые планировались, особенно по инвестиционной программе, по законтрактованным объектам и так далее, мы, скорее всего, на 25-й год будем переносить. В соответствии с этим, уважаемые коллеги, от руководства республики я вас очень просил бы, чтобы при обсуждении параметров государственного бюджета и особенно в рамках второго чтения, мы максимально воздерживались от включения новых объектов в инвестиционную программу для того, чтобы мы строили новые объекты. Почему у сверхдержавы, где все идет по плану, дефицит бюджета, из-за войны не будет новых строительств в Якутии? А знаете, что будут строить без перерыва? Новые и огромные кладбища и крематорий, потому что в России заканчиваются кладбища, а семьи пушечного мяса хотят их похоронить. Ну и что, что большинство гробов привозят пустыми или с трупами других солдат, а в некоторых случаях даже с трупами животных. Ритуал есть ритуал. Наши ребята там разят гадину фашистскую. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. В строгом соответствии с графиком. По плану. По плану? По какому плану? Ростовщина получает бумеранги почти каждый день. И это не только вдохновляет, но и дает воодушевление работать еще более упорно, ибо, как вы знаете, наблюдение за российским приграничьем и Ордло – моя любимая тема. Господи, что это может быть? Конечно, есть Белгородская и Курская области, где уже давненько горячо и жарко. Война пришла на Донбасс именно из Ростовщины. Нет, конечно же, из России, из Кремля, но для жителей украинского пограничья именно Ростовская область стала воротами ада, через которые на Землю пришли черти. В 2015-м весь мир облетели фотографии агентства Reuters, российская военная техника на местном жадовокзале, танки, артиллерии, ракетные комплексы. Постоянно мелькали военные, то есть это были военные грузы, танки ездили постоянно. Мы с пацанами собирались, покупали воду, подкидывали военным. Знаете, вот только через 10 лет в откровенном разговоре с друзьями-переселенцами, мы сошлись во мнении, что жители Донбасса поддержку войны со стороны ростовчан восприняли как личное оскорбление и измену. Потому что украинское приграничье всегда было гостеприимным для россиян, спасало от засухи, голода, неурожаев, позволяло получать качественные медицинские услуги, покупать качественные медицинские и бытовые вещи и продукты питания. Потому что именно к нам, в украинское приграничье, ехали жители Ростовской области за приобретением. Так было до 2014 года. А затем из Ростовщины на Донбасс поехало оружие, казаки, их там неты и прочая гадость. И дальше все хуже и хуже. Когда все началось, техники везли просто, в сутки шли, 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 шли туда вот. С Дальнего Востока? Нет, я с Ростова. Не, ну возил с Дальнего Востока или там сейчас китайцы нам дают, или нет? Нет, мы возили с Ростовской области вот туда, в Гонецкую. А, так это с самого начала 2014 года? Критическое большинство жителей Ростовщины поддержали войну против Украины. Кто-то из зависти, потому что видел, как живем мы, как живут они, жители нанотехнологической страны. Кто-то из-за мстительности, кто-то из-за глупого ума, потому что у русских отсутствует критическое мышление. И чем больше россиян возвращались домой с награбленным, тем больше была поддержка войны. Поэтому возвращение долга ростовчанам – это нечто личное. Именно поэтому за Ростовщиной внимательно наблюдают беженцы из украинского приграничья, потому что ждут возмездия. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к войне с Украиной? А какая война? Там про нуждение идет, никакой войны. Не устаю повторять, что пока россиянам не будет прилетать войной в каждое окно, пока каждый из граждан России не будет иметь персональной ответственности за действия своей страны, они так и будут жить в своем симулякре, где им все позволено. Помнишь, как смешили эти? Мы там шахтеры с земли понавыкапывали оружие. Я прикинул, как тебя это смешило. Конечно, очень смешно, учитывая, что мы это все видим. Там где вся эта техника стоит по всем станциям. Ты едешь, оно все, вот оно стоит, стоит. Обратно едешь, там на следующий день ее уже нет. Она уже вся уехала туда. То есть там гаубицы, пушки, там все, все, все туда шло. Война за эти 10 лет так увлекла мнение россиян, что все больше и больше они осознавали свою безнаказанность. 2022-е стал пиком абсолютной веры и абсолютного ощущения безнаказанности для россиян. Это было видно невооруженным глазом. Они в критическом своем большинстве просто купались в безнаказанности и вседозволенности. Именно поэтому все изменения, которые сейчас происходят на Ростовщине, вызывают интерес и удовлетворение. Еще бы условные бумеранги таки возвращаются и бьют россиян прямо в лоб. Завод. Или прилетело, или что-то взорвалось. Вон, ну вон какие-то следы. Ростовщина сейчас полностью изменилась. Наконец-то на 10-й год войны здесь пахнет войной. Здесь все дышит расплатой, местью и ожиданием. Приехали мы в Ростов на ЖД вокзал. Вот в Ростов целый поезд. Я не знаю, сколько тут вагонов. Это все ранено трехсотой из войны. Цель нанести нашей стране поражения Байден не снимает. Дескать, то, что Запад уже видит в Крыму и на Донбассе, нужно перенести на приграничный с Харьковом российский регион. Остановитесь! Оставленные дома будут охраняться силами Министерства обороны по согласованному порядку и графику. Просто по плану. Вот по графику. Пресс-секретарь бункерного фюрера Песков заявил, что закрытие доступа к населенным пунктам не означает провал планов Путлера по созданию так называемой санитарной зоны. Вчера было принято решение об ограничении доступа в 14 населенных пунктах в Белгородской области. Означает ли это, что операция по созданию так называемой зоны безопасности в Харьковской области, о которой говорил президент, 17 мая, провалена? Нет, не означает. Эта операция продолжается. Она будет продолжаться до успешного завершения. С тем, чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения, вводится новая практика. В этом нельзя с ним не согласиться. Санитарная зона создается. И создается там, где должна. На приграничной с Украиной территории. Все идет по плану. По плану. По плану. По плану. По плану. Просто по плану. Вот по графику. Все идет по плану. По плану. По плану. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok